всем привет дорогие друзья с вами никита и в сегодняшнем ролике я хочу рассказать о такой модели фирмы samsung как с 3600 в моем случае это 3600i но особо сильно она не отличается кроме цвета ну и даты выхода и так почему же я решил вдруг рассказать о не особо интересном телефоне это в принципе уже закат кнопочной эры это 2008 год момент выхода его позиционировали как конкурент nokia 61 31 хотя к тому времени она уже была давно снята производства все почему потому что nokia в очередной раз была лидером по продажам и они решили создать нечто похожее и в принципе если посмотреть вторичку да даже не только вторичку я когда собирал информацию данном девайсе нашу продажа новый samsung этот примерно за 3700 что я бы сказал за такой телефон неплохо он выглядит довольно таки хорошо приятен глазу хоть samsung я и недолюбливаю почти все модели но вот этот я решил сделать ним обзор как бы это больше женскую стресс поэтому я хотел выпустить к 8 марта немного опоздаю может девятому выпущу но особо не суть и еще я хотел начать на момент выхода он стоил 100 120 евро или 5 200 рублей 2008 году устройство средних таких размеров были конечно и больше раскладушки были и меньше nokia 61 31 меньше что хотелось бы сказать аппарат отлично сидит в руке выглядит он в руке даже по сегодняшним меркам вполне так хорошо его приятно держать и приятно пользоваться он довольно таки тонкий единственное что удручает меня это вот задняя крышка она не особо хорошо выглядит везде закос под металл шлифованный алюминий точнее это естественно пластик также клавиатура ребристая по звуку тоже слышится ну я думаю вы видите что там есть такие полосочки давайте затронем внешнюю часть что у нас в принципе располагается по классике это ушко под ремешок что мы тут видим разъем под наушники а также зарядку samsung уже тогда поняли всю тему и начали делать разъем наушников и для зарядки одними теми же с другой стороны у нас тут есть разъем для карты памяти до 2 гигабайт поддержка телефон у него встроенная память всего лишь двадцать пять мегабайт довольно таки смешно на сегодняшний день но на тот момент времени в принципе за его цену довольно таки неплохо тут больше как случае с razer v3 там тоже были технические проблемы но из-за внешнего вида его брали массово также как и от samsung еще раз повторюсь на вторички их огромное количество лежит этих телефонов тут у нас находится микрофончик такой довольно таки большой верхний динамик который очень легко пачкается я хоть его и оттирал но все равно как видите грязь осталась наглушечки винтиков кнопки регулировки громкости ну и в принципе все на чем бы еще хотел остановиться насчет камера я привожу фото чуть попозже когда мы уже включим сам аппарат камера здесь посредственно даже на тот момент времени 1 и 3 мегапикселя это конечно слабенько экран это т.ф.т. 176 на 220 точек поддерживал 262 тысячи цветов в принципе выглядит картинка хорошо ярко так что за это тоже samsung можно не критиковать при том что его цена сейчас на вторички варю до 1000 рублей хотите без стильный рабочий красивый аппарат форме раскладушки вот берите вот это а теперь предыстория как он не попал в руки остановимся мне вместе с ним попал тексет и это причем тексет полная копия другой самсунговской раскладушки я если вспомню какая-то модель скину обязательно фото у женщины у которой были эти телефоны тексет умер спустя три месяца использования вздулся аккумулятор она решила выкинуть а samsung она к свету слов утопила я решил попробовать его восстановить и чтобы вы думали он включился единственное что это были окислые под на аккумуляторе на контактах но я это немного зачистила то есть это даже незаметно кстати по поводу аккумулятор он тут на 880 микроампер час производитель обещал в новом устройстве до 220 часов работы и два с половиной часа разговоров в принципе данный персонаж ну при разговорах его немного тестил но могу сказать что качество звука здесь хорошего довольно таки громкий беседник тебя тоже очень хорошо слышит и это в принципе все о внешней части что я успел зацепить глазом приступим давайте к включению на внешней части зацикливаться не будем поэтому зафиксирую все на экране включается он довольно таки быстро и просто этот классический самсунговский звук то есть как бы вот быстро меню быстрого доступа также меню быстрого доступа есть вот она опять же а также есть органайзер кнопочки отдельно вот вынесены тут что можно сказать тут довольно таки все информативно уровень заряда время сеть часы и профили давайте посмотрим меню тут нас располагается 12 иконок анимации как мы можем увидеть вот вот эта анимация конечно не так как у других производителей к там вспышка на камере еще что то но за его цену это что это довольно таки бюджетный телефон с таким ограниченным функционалом довольно таки неплохо что хотел бы отметить здесь есть несколько тем и я даже предлагаю их прям сразу оценить их тут предустановлено всего лишь три вот зелененькая например давайте зелененькую посмотрим все вот например зелененькая тема конечно она выглядит хуже на мой взгляд она очень плохо цветопередачей идет ну как вы можете видеть вот давайте еще посмотрим третью тема которая у нас есть это какая-то тоже бирюзовая какая-то все более как-то живее выглядит и также еще можно было создавать свою я конечно не пробовал сделать но можно попробовать как-то вообще выглядит вот создать фон нет узор мои фотографии загруженные карты избранной картинки не очень понятно но я думаю сейчас разбираться не будем что еще к интересному сразу хочу отнести я такую фишку на других телефонов не видел вот оповещение о смене сим что это такое а это у нас дорогие зрители очень интересная фишка вот самсунг вы ставите свой пин код телефона вставляете свою симку привязываете номер свои симки к данному данной функции и если у вас телефон резко пропал в него поставили симку чужую вам тут же на этот номер придет эсэмэс с номером который поставили сюда и вы можете позвонить попросить вернуть или же идти в милицию и жаловаться что такой то такой то вот его номер украл телефон по поводу камеры вернемся к камере что умела камера данного девайса за его 5000 рублей камера здесь довольно таки посредственная даже на тот момент времени все говорили что камера не особо я пример фотографии привожу чуть позднее но могу отметить несколько интересных функций данной камеры серийная съемка до 15 снимков мозаика 18 шаблонов также был видеокамера также это умеет снимать но 15 кадров вы все понимаете здесь камера очень очень посредственно nokia c201 намного лучше снимает как этот девайс не особо мной любим я углубленно рассказывать о нем не буду а пройдусь коротко и емко вот контакты до 1000 имен можно было какую-то информацию свою добавить вот нету не дает там можно было факс почту вот это все вписать и до тысячи контактов полной записи можно было сделать были также группы списке вызовов на тот момент последний 30 пропущенных 30 исходящих 30 и на этом принципе все его функционал в телефоне закончен также был диктофон не ограниченные по времени можно было разговаривать по телефону и производить запись для обычного юзера он полностью подходил а вот что то побольше это уже к nokia и sony ericsson вот они могли samsung не особо по поводу sms вот затронем мы sms он мог себя принять до 300 сообщений без ограничения то есть 300 сообщений ограничения были в ммс именно отправленных ммс они ограничивались почему-то 295 килобайтами памяти но на прием этого ограничения не было также тут есть mp3 player тут довольно таки все по классике также как у nokia почти выглядит наверное не смогу вам да я не смогу вам показать как он играет также как бы органайзер есть 400 событий можно было вписать единственное что там было неудобно это нельзя было настроить время окончания события там по умолчанию всегда было час и нельзя было изменить интернет здесь вап 2.0 с поддержкой я вас крипта радио до 50 fm станции без наушников она работать не хочет а наушников у меня от него нету этому к сожалению я не смогу сейчас ее запустить показать вам и прочее давайте зайдем в приложение в приложении есть классический фоторедактор bluetooth игры давайте посмотрим игры вот сиви которые тут есть и это не я устанавливал они уже в телефоне предустановлен давайте запустим например гонки давайте вот быстро гонку сейчас вот такие тут машинки довольно все мелко скучно и пиксельно так вот у нас подсказки какие-то музыка одна и та же давайте посмотрим что нибудь другое а что у нас другой что тут это за игра мне интересно споры а по-моему я вспомнил что это это типа эволюционная игрушка там типа надо жрать собратьев и ты типа улучшаешься по моему она да эволюция вот мы тут будем жрать всякое непонятно так первобытную суп и вот у нас управление мы плывем это мужик захватываем да на цифру 5 захватываем понятных всяких муж тут у нас еще другие кто то есть мы на него напасть не можем он больше и на первом уровне я в нее играл на первом уровне противников не было которые могут тебя сожрать а тут вот появились насколько я вижу вверху у нас строчка есть заполняемости эволюции есть sims sims я не запускал поэтому давайте посмотрим sims а ну это в принципе такой относительно полноценный sims куча подсказок что у нас телевизор смотреть телевизор да вот он будет смотреть телевизор смотрит телевизор кухня помню то и больше на туалет еще есть но не будем больше играть а таких никогда не любил давайте последнюю посмотрим игру это асфальт 4 асфальт 4 я в свое время на игру очень много только на ноги c2 и c201 но тут вот предустановлено хотя может быть ее установил женщина хотя и сомневаюсь что он вообще знал что ты можно поставить там пожилой человек значит предустановлено скорее всего просто не нашел списка что именно какие игры в нем предустановлено вот сравнение если его до сих пор можно купить новым вот этот телефон ну самое лучшее что вы можете купить на данный момент потому что и java поддержка есть и прочее прочее он и выглядит очень кайфово телефончик хороший не то что там текст это и прочее бездушная бездушный пластик давай грузись подсказочки опять по классике вот эту игру ему и уже тяжко у меня nokia быстрее запускала но он по железу по любому слабее чем c201 тут и похуже как-то это все едет звук у нас почему-то я видимо звук выключил настолько звук клавиш тут еще разная тональность же у кнопок они не однотомные тоже как бы приятный звук от них идет так нитро по моему на такую кнопку подключается нет даже не помню а на стрелочку вверх нитро нажимается и вот мы летим можем подрезать тут противников насколько я знаю нас полиция может арестовать как бы мы можем препятствию какой-то тут врезаться и тоже нас арестуют штраф поедет мы еще слетим с мест были на пятом станем на восьмом но тут кнопки довольно таки большие ведь тут управляет не особо удобно тут нас двумя руками сидит на nokia играл с одной рукой это наверное все что я хотел рассказать о данном девайсе я думаю ролик выйдет короткий а может и не короткий кто его знает спасибо что вы со мной всем удачи и до новых роликов пока